На страже спокойствия. Североказахстанские полицейские задержали группу квартирных воров. Добычей взломщиков были в основном дорогие украшения, меха и бытовая техника. Как оперативникам удалось выйти на след преступников, узнаете из материала пресс-службы областного департамента внутренних дел. Несколько похожих крупных квартирных краж. У стражи порядка сомнений не возникло. Эти преступления дело рук одной криминальной группы. В мае на след взломщиков удалось выйти. Установили наблюдение. В результате двоих задержали в Петропавловске. Еще одного нашли в столице. Ювелирные украшения, меховые изделия, бытовая и оргтехника. Брали все, что имеет ценность. Кстати, у одного из подозреваемых во время задержания в Астане изъяли около 50 граммов героина. А это по меркам закона особо крупный размер. Данные лица сейчас находятся в СИ-18. В отношении них уже доказано 8 эпизодов квартирных краж. Также имеется информация, что они совершали квартирные кражи в городе Астана и в городе Кустанай. В отношении данных лиц продолжается следственное действие. Подозреваемые лица возрастом 25-30 лет. Один из них состоит на учете как квартирный вор, употребляет наркотические средства. Замки для этих взломщиков не преграда. С помощью универсального приспособления открыть они могли любую дверь. Сейчас оперативники проверяют, не причастны ли подозреваемые и к другим квартирным кражам. Данные лица находятся в следственном изоляторе. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 188, часть 2 и 297, часть 1. Также данные лица проверяются на причастность к другим кражам. 120 квартирных краж с начала года. 60% из них уже раскрыли. Полицейские напоминают, чтобы избежать беды, о безопасности нужно подумать заранее. Самый лучший способ уберечь квартиру от воров – поставить ее на пульт централизованного наблюдения. Установить несколько замков на входную дверь – тоже выход. Злоумышленникам будет гораздо сложнее попасть в дом. Если кража все-таки произошла, нужно немедленно звонить в полицию и до приезда стражей порядка ничего не трогать. Такие преступления, говорят полицейские, чаще всего раскрываются именно по горячим следам. Александра Салмина при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел.